АВЭ. В этом видео мы будем разбираться, что такое диаграмма пакетов, или Package Diagram. И при помощи неё мы смоделируем систему заказов интернет-магазина. Так что ставь императорский палец вверх, подписывайся и бей в колокол. А мы начинаем. В этом видео я произнесу слово «пакет» большее число раз, чем кассирша Галя за смену в продуктовом магазине. UML-диаграмма пакетов – это своего рода структурная схема, которая показывает расположение и организацию элементов модели в среднем и крупномасштабном проекте. Диаграмма пакетов может отображать как структуру, так и зависимости между подсистемами или модулями, иллюстрируя различные виды системы, такие, например, как многоуровневое приложение. Если система большая, она должна быть разбита на более мелкие подсистемы, каждая со своей диаграммой классов. В нотации UML разделы или подсистемы называются пакетами. Пакет – это группа элементов модели и, как таковая, это конструкция UML, используемая также в других диаграммах UML. Сами пакеты могут быть вложены в другие пакеты, которые в основном являются UML-версией каталога, то есть местом для размещения неких сущностей. Пакетные диаграммы обычно применяются для случаев, когда необходимо предоставить способ группировки связанных элементов UML и определения области их имен, или когда нужно предоставить способ визуализации зависимости между частями системы, а также обеспечить поддержку для анализа или определить порядок компиляции. Диаграмма пакетов используется для структурирования элементов системы высокого уровня. При составлении диаграммы пакетов следует обратить внимание на следующие моменты. Пакет является механизмом UML для группировки элементов, включая другие пакеты. Каждый пакет имеет свое собственное пространство имен, в котором все имена должны быть уникальными. Каждый элемент модели принадлежит одному пакету. Пакеты образуют иерархию. Пакеты отображаются в виде прямоугольников с небольшими вкладками в верхней части. Название пакета находится на вкладке или внутри самого прямоугольника. Пунктирные стрелки – это зависимости. Один пакет зависит от другого, если изменения в другом могут вызвать изменения в первом. Система представлена в виде пакета со стереотипом System и представляет все элементы модели, которые относятся к конкретному проекту. Вы также можете разбить систему на бизнес-системы и прикладные системы при создании более подробных моделей, чтобы сделать их меньше размером, но более работоспособными. Диаграмма пакетов обычно также может отображать и логическую архитектуру системы. Подсистема – это группа элементов модели, которые являются частью общей системы. Поскольку система или подсистема является стереотипным пакетом, у нее есть все свойства пакета и подчиняется она также правилам пакета. И все те элементы модели, которые содержатся в системе или подсистеме, также будут принадлежать этому пакету и подчиняться схожим правилам. Теперь, что означает популярное в UML слово «стереотип»? «Стереотип» – это высокоуровневая классификация объекта, которая дает некоторое представление о том, какой это объект. Классы могут быть сгруппированы по стереотипам, чье имя написано между вот этими вот странными скобками над именем класса. «Стереотип» позволяет расширять UML для более конкретного соответствия потребностям моделирования. «Стереотипирование» элемента UML заставляет его действовать как нечто, обладающее определенными свойствами. Элементы в пакетах также могут обладать различной видимостью для элементов других пакетов. И это тоже необходимо учитывать при составлении диаграммы. Элементы пакета с паблик-видимостью доступны вне пакета, тогда как элементы с private-видимостью доступны только для других элементов внутри пакета. В UML паблик-протектед и private-видимости соответствуют классу, являющимися паблик-протектед или private, с той лишь разницей, что если ключевое слово паблик отсутствует, то класс является для пакета private. Паблик-элемент виден всем элементам, которые могут получить доступ к содержимому пространству имен, которому он принадлежит. Паблик-видимость представлена плюсиком. Protected-элемент виден элементом, имеющим отношение обобщения к пространству имен, которому он принадлежит. Protected-элемент представлена решеткой. Package-элемент принадлежит пространству имен, которое не является пакетом, и является видимым для элементов, которые находятся в том же пакете, что и его собственное пространство имен. Паблик-пакет-видимость представлена тильдой. Private-элемент виден только внутри пространства имен, которому он принадлежит. Private-видимость представлена минусом. Давайте рассмотрим типы отношений зависимости, представленные с использованием стереотипов. Элемент в пакете клиента каким-то образом использует паблик-элемент в пакете поставщика. Клиент зависит от поставщика. Если зависимость пакета показана без стереотипа, то следует использовать use. Паблик-элементы пространства имен поставщика добавляются в качестве паблик-элементов в пространство имен клиента. Элементы в клиенте могут получить доступ ко всем паблик-элементам в поставщике, используя неквалифицированные имена. Паблик-элементы пространства имен поставщика добавляются как private-элементы в пространство имен клиента. Элементы в клиенте могут получить доступ ко всем паблик-элементам в поставщике, используя неквалифицированные имена. Trace обычно представляет собой историческое преобразование одного элемента в другой, более развитой версии. Обычно это отношения между моделями, а не элементы. Паблик-элементы пакета поставщика объединяются с элементами клиентского пакета. Эта зависимость используется только в метамоделировании, и шанс столкнуться с ней в обычном объектно-ориентированном анализе и проектировании еще меньше, чем встретить лошадь на лестничной площадке. Далее мы разберем для примера схему для сценария отслеживания заказа для интернет-магазина. В этой схеме модуль Track Order отвечает за предоставление информации об отслеживании продуктов, заказанных клиентами. Типы клиентов указываются в трекинге, этаком серийном номере для отслеживания. Модули отслеживания заказов относятся к системе и обновляют текущее состояние доставки для клиента. На основе описания проекта мы должны сначала определить, какие пакеты будут присутствовать в системе, и обозначить связи между ними в соответствии с отношениями их между собой. Итак, как определить пакеты, присутствующие в системе? Предположим, что у нас есть модуль, который отслеживает заказ, то есть некий Tracking Module, и по замыслу для этого он должен поговорить с другим модулем, дабы узнать детали заказа. Давайте так и назовем этот модуль – детали заказа. Далее, после получения детали заказа, он должен знать о деталях доставки. Давайте не будем изобретать велосипед и назовем это доставка. Теперь давайте определимся с зависимостями в системе. Модуль отслеживания заказа должен получить детали заказа из модуля, который называется внезапно детали заказа, а тот, в свою очередь, должен знать информацию, предоставляемую клиентом. Два модуля обращаются друг к другу, что обеспечивает двойную зависимость Access. Чтобы узнать информацию о доставке, модуль Shipping должен импортировать модуль Track Order, чтобы упростить навигацию. Наконец, присутствует и зависимость Track Order от UI Framework, что завершает нашу подсистему обработки заказов. На этом все. Ставь императорский палец вверх, подписывайся и бей в колокол, чтобы не пропустить годный контент на этом чудесном канале. С вами был Ви, спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok